Всем привет! Я решила поговорить сегодня с вами про то, как действует суеверие. Причем не в том традиционном смысле, в котором мы привыкли об этом думать. Если вы хотите увидеть, как на самом деле суеверие управляет нашей жизнью и как от этого можно избавиться, продолжайте смотреть это видео. В разговоре я тоже обращаюсь к дистинкции курса Вернера Эрхарда и вообще к его работе. И к дистинкции суеверия Superstation. Они утверждают, что суеверие является суеверием, только если оно не является суеверием. А также суеверие не является для нас суеверием тогда, когда оно для нас суеверием является. Важной составляющей всей работы Вернера является работа с нашими онтологическими ограничениями. С тем, как мы воспринимаем то, что воспринимаем в нашей жизни. Что мы говорим себе о том, что есть, как мы действуем, исходя из того, что себе говорим. Что такое суеверие? Что первым приходит на ум, когда вы слышите это слово? Черные кошки, поезда, мчащиеся по мосту в то время, когда мы под ним проезжаем, пустые карманы, полная луна и прочее. Наверное, как каждый думает, что он не подвержен суевериям, и руководствуемся мы совсем другим, когда действуем и что-то делаем. Тем не менее, если посмотреть на какие-то более повседневные вещи, которые для нас являются безоговорочной правдой, то есть какие-то убеждения в отношении отдельных аспектов нашей жизни, процессов и так далее, просто задайтесь вопросом, что для меня является безоговорочной правдой? Что я не подвергаю сомнениям, когда действую, исходя из этого убеждения? Ну, как, например, чтобы много зарабатывать, надо много работать. Нельзя доверять чужим, нельзя партнерствовать в бизнесе с друзьями. И масса всего, что может рождаться в любом аспекте нашей жизни, какие-то мелкие бытовые вопросы и какие-то совершенно глобальные жизненные вещи. Посмотрите в своем опыте, что для вас является безоговорочной правдой. Так и есть. Тем не менее, если вдуматься, это является скорее концепцией, убеждением, которую мы просто не проверяем и не подвергаем сомнениям. Потому что мы, опять же, так устроены. Нам незачем это делать. Скажу еще раз, что я поднимаю тему суеверия не в плане кошек или кого-то, кто перебежал вам дорогу, чтобы посмотреть на то, как и другие убеждения нашей жизни, какая-то вера или же даже такое отношение, что, ой, мне там Вселенная подбросила что-то, ой, я там отправил запрос Вселенную. Как это работает для вас? Каков ваш доступ к тому, что происходит в вашей жизни или в конкретной ситуации, если вы убеждены в чем-то, что это вот будет так и никак иначе, потому что это есть так, потому что таков закон, или потому что так всегда бывает, или если вы просто взаимодействуете с фактами ситуации, берете ответственность на себя, начиная с того, что свое убеждение переводите в формулировку «я держу это как правду» или «я принимаю за правду то, что есть так», «я принимаю за правду, что это будет более выгодное предложение». Не оно само по себе таким является, а это «я держу как правду», это «я считаю таковым». Или когда вы полностью находитесь во власти убеждений и исходите из такой вот якобы правды, особенно если ваша якобы правда сопровождается наличием какой-то там волшебной силы, вселенной, там, не знаю, случая, еще чего-то. Я уже не говорю о том, что если мы берем, опять же, деловой контекст, вопрос договоренностей, как вас воспринимают, если вы явно даете понять, что ответственность за происходящее вы берете в свои руки, то, что вы принимаете решение, делаете выбор о том, как для вас эта ситуация выглядит, если вы выбираете, потому что вы выбираете, или же когда вы постоянно ссылаетесь на какие-то якобы факты, на какие-то непроверенные убеждения, которые, кстати, могут расходиться с противоположной стороной, или если вы оперируете такими положениями, как вселенная, там, «бог располагает» и все прочее, отметьте такие вещи в вашей жизни, отметьте те убеждения, которые вы считаете безоговорочной правдой, на которые вы полагаетесь, принимая какие-то важные решения в своей жизни, и вернемся к той дистинкции, с которой я начала это видео, про суеверие, про то, во что мы в суе верим и никогда больше не проверяем, не подвергаем сомнению. Итак, суеверие, то есть то, во что мы верим, является суеверием только тогда, когда оно не является суеверием. А также суеверие не является суеверием тогда, когда оно является суеверием. Поделитесь в комментариях, если что-то удалось для себя открыть, если было как-то полезно, Какое из убеждений вам удалось рассмотреть в своей жизни, если вы готовы переформулировать свое убеждение в то, что я держу как правду, что есть так. Я был убежден в том, что есть так. И отметьте разницу, как для вас это работает. Благодарю за то, что досмотрели видео до конца. Если вас заинтересовало то, о чем мы поговорили, подписывайтесь на мой канал, следите за уведомлениями и взаимодействуйте, обязательно создавая для себя ценность. То есть открывая то, о чем я говорю, в своем личном опыте. До скорых встреч!